Если вы помните эру раскладушек, то у меня для вас плохие новости. Вы в зоне риска и лучше не выходить из дома. Запаситесь бухлишком, смотрите Бурбон Обзор и карантин пройдет незаметно. А теперь шутки в сторону. Компания Samsung реинкарнировала легендарную форму телефонов. Правда вслед за Моторолой. Только тсс. Привет, это Бурбон Обзор и сегодня мы щупаем Samsung Galaxy Z Flip. Раскладушка с гибким экраном. Погнали! У нас уже был обзор складного телефона от Samsung. Это был Galaxy Fold. Можете посмотреть на него, кстати, по ссылке в описании. Так вот, это был такой мужской массивный телефон для грубых, больших, мужицких рук. А Flip же более утонченная вариация. В сложенном виде он имеет форм-фактор пудрницы. В разложенном стандартного смартфона. Телефон удобно лежит в руке. Весит 183 грамма. На самом деле Samsung удалось совершить маленькое чудо. Создать смартфон с большим экраном, который поместится куда угодно. Хоть в жопу. Flip представлен в двух цветах. Черным и фиолетовым. Механизм позволяет фиксировать половинки экрана под любым углом. Но чтобы его раскрыть полностью, нужно дожать створку до конца на все 180 градусов. В теории это можно сделать одной рукой. Но если не хотите случайно вывихнуть большой палец или поцарапать ногтем экран, то лучше не выделываться и открывать двумя руками. Зато складывается Flip эффектно. Просто захлопываешь и все. При этом можно особо не аккуратничать, так как с одной стороны есть резиновые вкладки для смягчения удара. На правом торце телефона находится кнопка включения, совмещенная с датчиком отпечатка пальцев. На левой слот для сим-карты. Он рассчитан на одну наносим. Еще можно использовать виртуальную eSIM-карту. Дополнительного места под карту памяти нет. На внешнюю панель телефона добавлена прикольная такая деталь. Рядом с двумя основными камерами находится маааасенький такой молодый экранчик. И когда Flip сложен, там отображается актуальная информация. Кто звонит, кто пишет, который час, дата и тому подобное. Кстати, на этом микродисплее можно принять звонок, не открывая телефон. Но говорить тогда придется по громкой связи или по беспроводным наушникам. Двойное нажатие на кнопку питания активирует основную камеру. Изображение с нее транслируется на этот маленький внешний экранчик. А что это значит? Что ваши селфи больше не будут сделаны на фронталку и будут лучшего качества. Но рассмотреть какие-либо детали в этом экранчике не представляется возможным. Это в принципе и не нужно. Особого внимания заслуживает покрытие экрана, которое сгибается при складывании. В Самсунге его загадочно называют стекло. Официальное название тоже не слишком информативно. Ultra Thin Glass. На самом деле это не стекло в привычном смысле этого слова. Полимер подмешивает частички стекла. Субсат стекла перед этим специально подготавливает тайным способом, за разглажение которого Самсунг скорее всего убьет. Не идеально. И поцарапать его по-прежнему легче, чем обычное стекло на смартфонах. Но это однозначный шаг вперед по сравнению с Galaxy Fold. Напомню, что в нем к экрану официально не рекомендовалось прикасаться ногтями. Дисплей имеет диагональ 6,7 дюймов. Разрешение 1080 на 2636 пикселей. Касательно цветопередачи, яркости и контрастности все на уровне. Если разложить смартфон не до конца, а на 90 градусов, то можно на двух половинках открыть разные приложения. Например, одновременно сидеть на совещании, посматривая на чертежи. Очень практично. Ну или делать прикольные селфи-фоточки. Кстати, у Самсунга есть же режим римского приветствия. Нужно просто посмотреть на себя, сделать римское приветствие. И телефон делает селфач сам по себе. Самсунг Z Flip имеет три камеры. Две снаружи и одну внутри. Основной модуль это широкоугольная и ультраширокоугольная камеры, которые имеют по 12 мегапикселей. Фронталка 10 мегапикселей. Снимает достаточно хорошо. Качество Самсунг никуда не делось. Особенно приятно, что можно делать селфи на основную камеру, о чем я уже говорил. Что касается видео, то смартфон умеет прямо в процессе съемки переключаться с основной камеры на внутреннюю. И это прикольная фишка. Кстати, раньше такое можно было делать только в сториз в инсте. Также есть режим записи 4К, но там нет стабилизации. И в нем метаться между камерами нельзя. Пример видео по классике. Предлагаем вам посмотреть прямо сейчас. Тест видосика. Карантинные раскадровки. Вот фокус переводится. Сышь, Игорьич, а кто нам тексты пишет? Ответь подписчикам. Пишет тексты нам никто. Тексты у нас чисто сугубо психологически и возникают спонтанно. Для тех, у кого очень высокие требования к фото и видео, и кто постоянно изводит своих друзей просьбами перефоткай еще раз в другом режиме, ну пожалуйста. Флип приготовил мультикадр. Нужно нажать на кнопку затвора, и начинается какое-то безумие. Целых 10 секунд смартфон фотографирует на обе камеры, делает панораму и снимает видосик. Все это для того, чтобы вы выбрали лучший вариант и собрали много лайков. Samsung оснастили свою новую модель мощным железом. Здесь стоит процессор Qualcomm Snapdragon 855 Plus. 8 гигабайт оперативной памяти, 256 гигов встроенной. Флип работает на операционной системе Android 10.0. Есть Wi-Fi, Bluetooth 5.0, GPS и NFC. Заблокировать телефон можно всеми обычными способами. Отпечаток пальцев встроенный в кнопку питания, Face ID, пин-код и графический код. И тут в принципе сложно выпидриться, ну правда. Кстати, разъема для наушников в телефоне нет. Ну и правильно, потому что дырка будет только стиль портить, да и вообще в будущем нет шнуров. Забудьте об этом. В Flip стоит двойная батарея емкостью 3300 мАч. У него есть скоростная, беспроводная и обратная зарядки. Аккумулятора хватает на полный рабочий день. В итоге, мы безусловно имеем особенный телефон. Но помимо сгибаемого экрана, в нем с технической точки зрения нет ничего выдающегося. Но и не в этом его фишка. Это телефон имиджевый и должен впечатлять в первую очередь своим внешним видом и удобством. И в этом, кстати, у него конкуренция всего один. Это Motorola Razr. В принципе, история повторяется. И после 12 лет кирпичного дизайна, возможно, мы опять стоим на пороге эры экспериментов, как в середине нулевых. Кстати, ему не помешал бы нормальный внешний экран, а не стилизированное табло информации, как станция метро. И прямо просится на торце кнопка открытия, чтобы не просто пафосно его захлопывать, но и открывать действительно одним движением пальцев. Ну и цена, конечно же, кусается. За такую начинку 1400 долларов это многовато. В любом случае, покупать этот смартфон или нет, решать вам. Здесь у нас Galaxy Fold, который тоже сгибается. А здесь стандартный телефон за те же самые деньги. Ну а здесь можно подписаться на наш канал. Кстати, у нас еще Huawei на подходе, так что жми колокольчик, чтобы не пропустить. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok